Идиотизм в действии Идиотизм в действии – это когда вот эти вот цветочки заставляют обрывать. Знаете как? Называется регулировка урожая. Ой, руки будем оборвать тем, кто это советует. Я уже жестко говорю. Вот она и регулировка. Куда с такой урожай? Куда столько цветов? Да вы знаете, что его может не быть. Через три дня может ударить мороз, а цветы бы половину или там три четверти. Вот представляете, стоит человек и вот отрывает, 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 начитавшись мудрейших авторов. И отрывает. Вот сколько раз вот так сделают, столько это. Я даже одну боюсь сделать, столько ран будет. Ну. А потом через три дня раз заморозок. Вон в Челябинске минус 8, минус 10. В эти дни там тоже все в цвету. Представляете, что? Вот. Да наоборот, молите Бога, чтобы побольше завязалось. Лишние упадут сами. Причем, когда они упадут, цвет этот возьмет сам себе и это. Этот цвет сам себе и... Вернее, после цвета ранки, они затягиваются естественным путем. И ранок просто нет. Сколько надо, столько будет. Вот когда абрикосы падали, да? Вот они уже завязались так. Вот. Видите? А представляете, какие тут плоды будут? Боже мой! Вот они завязались, да? А ведь он весь был в цвету. Это сейчас. Он весь был в цвету. Это просто чудо какое-то. Сколько здесь было цвета. Посмотрите, сколько плодов будет. Вон они, плодики. Вы видите их? Нет? Я вижу. Вот. И если приглядитесь, и вы увидите эти плодики. Ну, я что, должен был регулировать урожай? Ну. Вот. Теперь смотрите дальше. Ой. Вот, допустим, я взял... Ой, нет. Не буду. Поверьте на слово. Не хочу ни одной единораны делать. Это кощунство. Это касается чего угодно. Вот тут у меня эти уже отцвели. И я еще покажу вам одну вещь. Есть резерв главного командования. Посмотрите. Плоды уже завязались. И вдруг вот эти вот. Цветочки белые, вы видите? Это резерв главного командования. Если бы вот эти попали под заморозок. Вот эти, которые уже сейчас... Это где тут пояр... Где вот видите? Где уже плодики, да? Если бы они попали. И они бы уже отвалились. Мертвые были бы. А потом заморозок прошел. Распускаются вот эти. Цветочек, цветочек, цветочек. И цветочек. Возьмем соседнее дерево. Цветочек. Вот. Цветочки, цветочки. Где-то их больше, где-то их меньше. Поняли теперь, для чего они нужны? Кстати, вот зеленый плодик, да? Вот. И здесь же еще... Это... Цветочки есть белые. Это резерв главного командования, чтобы дать небольшой урожай на случай катастрофической весны. Вот. А вы... А вам будут талдыщить. Обрывайте. 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 А уж если саженец молодой, то сколько, я клянусь вам, это уже не десятки. Сотни авторов, увидев на молодом дереве, вот такое, ну это ладно, это пятилетнее, оно очень плохо росло, я постелся продать. И вот через пять лет оно всего лишь такое. Для меня это не то, что позор. Вот. Ну, ладно. Смотрим далее. Выбираем саженец помоложе. Вот этот я посадил в прошлом году. Вернее, не так. Я его пересадил. Так. Или нет, позапрошел, наверное. Оно отстало в росте. Так. Вот. Оно поболело. Ну, как положено. Так. И на третий год покрылось вот таким количеством цветов. А потом мне пишут. Ой, рано. Значит, никто не верит, что у меня на второй-третий год цветение, да? Ну, так. Многие не верят. И говорят, ну мы же читали на пятый, на шестой, на седьмой, на восьмой, на десятый. Вот. А раз это получается незаконно, преждевременно, и давай рвать вот эти цветы, ну. Которые лишние сами должны упасть. Ну, и последний сюжет на сегодня выглядит вот так. Это была посадка абрикоса двухлетнего. Потому что хватился за голову. Ну-ка, что за сорт. Ага, Серафим. Серафиму я как-то умудрился убить свое лучшее дерево еще в молодом возрасте. На нем были роскошнейшие плоды. Осталось на память фотографии. Я, знаете, когда отрезал ветки с него на прививку, я вот так оставлял все правильно. По, это, три-четыре почки, а все остальное убирал. И получилось вот так. Ну, отрезал, одни вот эти пени торчали. Ну, естественно, он погиб. Это был самый момент нищеты. Вот, а сейчас я взял, хотя у меня есть взрослое дерево, но одно. А еще одно помоложе, мало. И вот я еще парочку вырастил. Вот одно из них. Пришлось пересаживать. Смотрите, чем я жертвую. Вот этой красотой. Я не хвастаюсь, нет. Мне всегда нравилась вигела розовая. Одна вот здесь вот росла. Теперь вместо нее растет королевский абрикос. Кто-то помнит, говорил, продайте еще, когда деревья были молодые. Ну, пожалуйста, красота-то какая. Пришлось вот это вырубить ради королевского абрикоса. Вот, раз. Так. Ой. Теперь пришла пора вот этого. Почему? Вот этот абрикос вырастет и забьет ее. Вот. И получается, я начну отрезать ветки по одной, по одной, по одной. И постепенно сведу его на нет. Когда абрикос станет огромным. Серафим – это мощное дерево. Вот. Оно даже, если видите, вот эти вот отшвели абрикосы. Оно в два раза еще крупнее вот этих деревьев. Тоже абрикосов. И вот я рассказываю, почему. Тот, кто мне помогал садить, приволок сковом земли, все сделал правильно. Ямки не делал, почвы. То есть почва вот эта для меня святая, она сбережена. Посадил, вот, привез две тележки, сделал ямку и посадил ямку. Да, так же за полминуты. Но высоковат получился. Вот тут вот, если смотреть, вот тут корни будут. До них доберется на мороз. Я сейчас не поленился, привез еще тележку. Потом все вот это будет размазано. И ком станет пологим. Вот для чего я показываю. Почему? Представьте себе газету с тиражом 70 тысяч. Я уже раз рассказал, но я не называю газету, не называю редактора. Почему? Потому что зачем обиды плодить. Вот. И повторяю то, что я уже один раз вам рассказал. Почему? Потому что я рассказывал за компьютером. А теперь по месту. Я на ваших глазах сделал пологий холм. А она взяла и в своей газете популярную разместила статью доктора наук. Фамилию не называю, даже первую букву не называю. Очень мало в Сибири докторов наук. Вот. Настоящий доктор. Все. Что с ним случилось, я не знаю. Вот. Когда я начал долбить по щекажем номера этой газеты про посадку на холмы, появляется его статья, а он, оказывается, еще круче. Он взял, нарисовал холм высотой полтора метра и с пропорцией пирамиды. Поняли, да? Ну, то есть, понимаете, полтора метра это где-то вот тут. Где-то вот тут, правильно? Где-то у меня по течке выше, вот тут вот. Вот представьте себе вот такой холм. Причем крутой, крутой вот. Такой вот. И он нарисован был. И он был нарисован. И он советовал такие холмы в основу, в вершину холма садить саженцы. Я одурел сразу, потому что, это, не одуреть было невозможно. И позвонил главному редактору. Она сказала мне следующее. Вы знаете, когда-то такие фразы мои, или которые я вот пересказываю из других слов, войдут в хрестоматию. То есть, потому что наука не должна быть сухой. Дело, как я. Знаете, как они меня долбили? Кроме этого, неодневских газет. Вот эти крутые московские газеты. Вот. Вы не имеете права учить. Вы неправильно пишите статьи. Мы будем вас печатать. Пишите. Примерно так. Пункт первый. А, выкопал ямку. Пункт второй. Взял лопату. Пункт третий. Вот. Поставил саженец. Пункт четвертый. Сделал бордюрчик. Поняли? То есть, вот такая сухая инструкция. Это тысячу раз уже было до меня написано. Причем во вред садоводству. А я-то о другом. Знаете, в какую фразу войдет одна из таких краеугольников. Помните, я их уже несколько называл. Например, ты, Константинович, ничего не понимаешь в садоводстве. Чем больше я режешь, тем больше урожай. И еще я таких несколько привел. Смотрите мои сотни фильмов. Анекдотов там есть. А эта фраза звучала так. Иисус, главный редактор. Да ничего страшного. Какой дурак станет делать то, что этот предложил этот самый. Ну и фамилия идет доктор наук. Вот такая вот. Поняли? Ну, еще раз вернемся на тот участок, где у нас растут замерзшие персики. И шлифта слегка подмерзшие гибриды персик-абрикосы. Явная склонность в сторону абрикоса. Вот, только верхушки слегка прихвачены. Для чего мы вернулись. Во-первых, смотрим, что мы тут можем сделать. Наверное, вначале посмотрим, до какой поры у нас за ней замерзли. Одной руке держу, другой отрезаю. А вот досюда. Поскольку у нас было снега. Поняли, да? Ну, дальше я потом замажу. Поняли? Вот здесь еще похуже дела. Там похуже дела. Вот этот самый лучший росточек. Итак, что мы будем с ним делать? Росток даст. Придет осень, потом ноябрь. И в ноябре, после первых 10-20 градусов морозов, замерзнет и черт с ним. А если все-таки доживет, я с него срежу вот такие вот черенки. То есть он снова станет вот таким. Вот таким черенки срежу. И переремен на настоящий манжурский абрикос. Так. Ну, понятно. Это я замажу, когда закончу съемку. А сейчас маленькое чудо. Вы уже поняли. Это шанс спасти и начать приучение персиков. Еще одна сорт, тоже более ненадежная. Ой, оговорился ненадежная. Наоборот, самый ненадежный, как более роскошный, к Сибири. А теперь одно из чудес будущих я вам показываю. Сбудется, не сбудется другой вопрос. Безумство храбрых. Это про нас рассказывал Максим Горький. Вот, смотрите сюда. Вот это вот. Я привил вот такой вот абрикос, только поменьше росточком. Помощнее оставил. И вот что интересно. Он у нас доживет до плоднашения. Если плоды будут роскошные, мы его привьем на манчжурец. Если плоды будут нероскошные, оставим его так. По принципу это живет-живет, не мешает-не мешает. Но тут интересно другое. Смотрите внимательно. Если говорят, достаем кролика из шляпы, то я это называю, достаем шляпу из кролика. Это покруче вам будет. Не каждый фокусник из кролика шляпу достанет. Смотрите. Открываем, смотрим. Вот такой вот абрикос был, только поменьше росточком, был привит. Что на него привил я? Привил персиковый абрикос. Здорово? Не знаю. Скорее всего должен замерзнуть. А может и не замерзнет. Если подвой хороший. Так. И посмотрите сочетание. Подвой персик-абрикос. Привой персиковый абрикос. Я вам сейчас покажу фотографию. Посмотрите на нее. Это на манчжурском абрикосе был привит королевский. А в крону королевского был привит персиковый. И хотя персиковый абрикос это абрикос, получилось нечто похожее на, как видите, судя по фотографии, наверное, даже чуть-чуть на нектарин. Вот. Вот такие чудеса. И вот это одно из будущих чудес. Вот я обрываю эти повешки, чтобы не мешали. Посмотрите, он пошел уже. Да, пошел. Он уже 100% живой. Значит, будет развиваться до осени. Ну, дальше тот же самый самотек. То есть выживет, выживет. Никто за ним ухаживать не собирается. Поливать не собирается. Удобрять не собирается. Итак, одно из возможных чудес. Я просто хочу, ребята, сказать вам. Вот. Не бойтесь ничего. Я не говорю, что надо проевать этот персик на березу. Но вот такие чудеса, они должны быть в каждом саду. Мы возьмем количеством. Вот. И самое главное. Вот это вот волшебство, оно нам по силам. Понятно? Согласен? А, коржик? Согласен? Вот собака и та. Согласна. Ну, в общем, давайте. Сегодняшняя съемка заканчивается. Возможно, если не будет времени или не будет сюжета, но уж придет пора плодоношения, я должен вас познакомить уже не с каждым сортом, а с каждым деревом. Потому что все деревья имеют вид, но на всю планету. Каждый из них. Вот. Родственники, но ой-ой-ой какие. Вот. Ну, еще немножко побережем. Под бутылкой от птиц, от мышей, и от насекомых. Вот. И от града. Вот так. За ним поучились, как хранить. Как быстрее оживлять, как нивелировать очень короткое сибирское лето. Все, друзья. Это восьмой фильм из весенней серии. Наверное, пока последний. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok